МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они колесят по городам и весям области, устраивают праздники и бесплатно дарят детям подарки. Вот уже несколько лет в регионе проходит акция «Новый год по-соседски». Организуют ее волонтеры регионального общественного движения пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и малых городов «Мой адрес», о реализуемых проектах, а также о самой организации. Говорим сегодня с лидером общественников Татьяной Гусаровой. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, немножко об организации «Мой адрес». Откуда такое название, наверное, и основные цели, то есть за что вы топите, за что вы радеете, и на что направлены все ваши усилия? Нашей организации уже семь лет. Семь лет мы создали наше общественное движение, которое, собственно говоря, занимается развитием сельских территорий. И в самом начале и сейчас мы реализуем социальные проекты именно в малых городах и сельской местности, в деревнях, селах, небольших населенных пунктах нашей Владимирской области. Ну, так как я сама родилась в небольшом поселке Красная Горбатка, и мне близки проблемы небольших населенных пунктов, собственно говоря, так и родилась наша некоммерческая организация. Мой адрес – это такой глубокий, на самом деле, посыл, потому что у нас есть еще замечательный слоган «И в сердце, и в паспорте». Да, мы призываем тех людей, которые родились в нашем небольшом населенном пункте, все-таки оставаться и показываем, раскрываем положительную сторону села, провинции. Есть социологические исследования, которые показывают, что все-таки жители больших городов все чаще и задумываются, и переезжают в небольшие деревни, малые города для того, чтобы комфортно жить, пить чистую воду, дышать свежим воздухом. Если брать, например, даже по нашему Сливанскому району, где я проживаю, у нас есть деревни, которые буквально за пять лет ожили, и там живут не просто дачники, а уже люди с постоянным местом жительства в деревне, которые переехали из крупных городов. То есть ваша позиция основана на том, я так понимаю, вы какие-то проводили социологические исследования, смотрели опросы, потому что я-то думал, ну, все на самом деле, но наоборот. То есть вот как села умирали какое-то время назад, как народ оттуда из-за безработицы, из-за пьянства уезжал в крупные мегаполисы, так оно и есть. А вы мне сейчас говорите вообще в обратку. Да, к сожалению, это устойчивое понятие у людей, почему-то такое складывается, что деревня вымирает, в деревне все плохо. Деревня, она трансформируется. Она, конечно, не та советская, там, с коровами, тракторами, не знаю, там, навозом по колено. Нет, конечно, она становится другая, и такой, какой она была, она уже, к сожалению или к счастью, не будет. В деревнях все чаще есть интернет, уже никто не сидит с лучиной, понимаете. То есть деревня становится комфортной для проживания, причем плюсом ко всему идут прекрасные природно-экологические условия для того, чтобы в ней жить. Есть когда определенные блага, там, газификация, интернет, водопровод, канализация. Тогда это одна история. Но ведь на сегодняшний день, в том числе и в Владимирской области, есть и совсем другие деревни, где этого нет. Конечно, как и во всей стране. Поэтому сейчас приезжают туда, где есть вот эти блага, где есть цивилизация. И я думаю, что и местных властей, и региональных чиновников на самом высоком уровне эта тенденция только подталкивает для того, чтобы и в дальнейшем в других населенных пунктах развивать ту же самую газификацию. То есть я отслеживаю и понимаю, что все больше и больше. Раньше старались газифицировать малые города хотя бы, какие-то поселки. Сейчас четко прослеживается тенденция, когда действительно, например, та же газификация приходит в совсем маленькие деревеньки. В чем уникальность и актуальность твоей истории под названием «Мой адрес»? Мы стали активно участвовать во всех конкурсных грантовых программах. Что у нас, слава богу, получается. И получили неоднократно поддержку фонда президентских грантов и субсидий, участвуем в других различных конкурсах. И уже, когда мы начали получать финансирование, конечно же, наши проекты стали устойчивыми. Мы прошли, наша вся команда прошла обучение по социальному проектированию. Собственно говоря, наши проекты действительно стали помогать целевой аудитории. То есть они не просто к нам хотят... Целевая аудитория жителей села? Да, вот мне тоже это очень нравится, потому что я знаю, общаемся с коллегами по некоммерческому сектору. У всех, например, очень часто какие-то узкие целевые группы. Например, дети-инвалиды или люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. У нас же целевая аудитория – это жители малых городов и сельской местности. То есть тут можно гулять и творить. Скажи, пожалуйста, те проекты, которые были уже реализованы, прямо если перечислить и в двух словах суть, на средства фонда президентского гранта, на другие какие-либо средства, чем ты гордишься? У нас очень много проектов, наверное, уже за 7 лет, не знаю, 15, около 20, наверное, тех, которые мы уже реализовали. Большинство из них традиционные, то есть они прям ежегодные или переходят из года в год. На самом деле, начну, наверное, с самого главного проекта, который мы смогли реализовать год назад, и до сих пор, в принципе, реализация продолжается, называется проект «Продленка со смыслом». Он решает очень серьезную проблему. Во время, буквально, наверное, 10 лет назад произошла серьезная оптимизация образовательных учреждений не только в нашем районе, но и в других районах Владимирской области, когда школы стали закрываться в деревнях, селах, маленьких поселках, и дети оказались на подвозе в райцентры или в какой-то небольшой город. Да, это очень серьезная проблема, и все бы хорошо, да, управление образованием постаралось этих детей доставить, но ребята, которые талантливые, одаренные, или просто желающие, например, заниматься, получать дополнительное образование, например, ходить в физкультурно-здоровительный комплекс, музыкальную школу, получается, они оказались в такой ловушке, потому что после школы их автобус сразу же забирает и везет обратно за 15 километров в деревню. И не у всех есть возможность приехать из деревни, опять, например, в райцентр или в город для того, чтобы продолжить дополнительное образование. И очень часто родители этих детей оставляли, например, в поселке, и они оставались ждать начала занятий. Очень часто происходила такая ситуация. Ребята заканчивают школу, допустим, в 2 часа, а художественная школа начинается в 6 часов вечера. И вот эти 4 часа, эти ребята, которые там рано утром в 6 утра встали, поехали на автобусе в школу, да, и 4 часа они еще ждут. Они не могут ни уроки поучить вроде бы, и слоняются. То есть предоставлены сами себе. Это, конечно, серьезная проблема. И нам удалось открыть центр в Красной Горбатке, и эти ребята после школы приходят к нам. На самом деле, первоначальное название было «Как дома», потому что мы хотели создать для них именно домашнюю обстановку, потому что дети, которые обучаются у себя в своем населенном пункте, они придут домой, отдохнут, посмотрят, я не знаю, телевизор, гаджет, планшет, покушают и пойдут там на кружок. У этих ребят такой возможности нет, поэтому мы создали такую приятную домашнюю атмосферу. При этом они могут получить уроки, они могут поучаствовать в мастер-классах, могут отдохнуть, могут поиграть, посидеть на мягких диванах и пуфах, и потом отправиться, например, в художку, в ту же самую бассейн. То есть это локация именно в Красной Горбатке? Да, но локация в Красной Горбатке, мы получили поддержку фонда президентских грантов, мы получили огромное количество отклик-благотворителей, которые помогли нам отремонтировать помещение. То есть нам дали помещение администрации Ливанского района, но там были только стены, и нам пришлось прям полностью его ремонтировать. И дальше уже за счет средств фонда мы смогли купить оборудование, мебель и так далее. Какое количество детей там собирается? В среднем за месяц нам приходит 75 человек. Каждый день они, например, не ходят, потому что у себя кружки, допустим, два раза в неделю. Когда у них есть кружок, тогда они к нам и приходят. И у нас, опять же, ребенок приходит, допустим, и ждет, например, час или два, потом уходит на кружок, потом приходит другой. То есть у нас такая текучка. У нас занимаются педагоги квалифицированные. У меня были идеи, и были единомышленники 7 лет назад, когда мы только начинали. Мы не знали вообще, что такое НКО, что мы занимаемся какими-то общественными работами. Волонтерство, благотворчество. Что это вообще, о чем это? Мы просто занимались тем, что хотели сделать жизнь вокруг себя интереснее и лучше. И то, что было просто в силах. Вот у нас был первый проект, это кино «Околицы», который, кстати, уже в дальнейшем получал несколько раз поддержку и субсидий администрации области. Он начинался с того, что мы просто нашли какой-то белый баннер, получили согласование на показ фильма в киноконцерте «Мосфильм». И просто ребята сварили какую-то конструкцию из железяка. Мы этот баннер натянули, и на улице показали фильм, как сейчас помню, «Судьба человека». И мы поняли, что людям это понравилось, это интересно. И это мы смогли сделать без какого-либо вообще финансирования. Просто молодые люди собрались и усвоили. Своими ручками и ножками. Да, своими ручками. Конечно же, потом следовали другие проекты. Новый год по-соседски. Вот как раз тогда мы почувствовали, что в деревнях, селах, небольших поселках остро прослеживается недостаток культурных мероприятий. Но не таких, как мы обычно привыкли в деревне. Даже если есть дом культуры, то все достаточно идет по шаблону. Понятно, это недостаток финансирования. Собрание, концерт. Да. Все прекрасно понимают и знают, что как вокруг происходит другая жизнь, новые тенденции, какие-то интересные события. И вот тогда возник Новый год по-соседски. Он был острый такой проект. Почему? Потому что мы понимаем, что в деревне не ставят, например, елку. В центре деревни. Почему-то не принято. Нет никаких праздничных огоньков. При этом живут деревенские ребята, которым хочется, чтобы пришел Дед Мороз. Красивый. Знаете, не как в халате. За 2000 рублей. А действительно. Даже иногда и не за две, а с советского времени, который там остался. А чтобы он пришел красивый. Чтобы был настоящий праздник у этих деревенских ребят. Возник этот проект. Суть она, на самом деле, изначально была очень такая банальная и простая. Мы просто хотели приезжать с командой волонтеров в какую-то глухую отдаленную деревню. Желательно там, где нет стационарных клубов. И устраивать детишкам, которые там живут, настоящий праздник. На улице шла большая подготовка, потому что мы общались с главами. Просили, чтобы они обязательно поставили елку. Обязательно ее украсили огоньками, чтобы мы уже приехали на эту расчищенную площадку в центре деревни и устроили праздник. И, конечно же, мы дарим всем детям, которые пришли на нашу елку, бесплатные подарки. В общем-то, такая, на самом деле, простая акция, которую мы создали, она за семь лет серьезно трансформировалась. И в этом году у нас была замечательная идея. Мы очень хотели, чтобы не просто мы приезжали в этот населенный пункт, но очень хотели задействовать местное сообщество, чтобы оно тоже включалось в наш проект. Местное сообщество какое? Ну, те жители населенного пункта, в которые мы приезжаем. Собственно говоря, чтобы они понимали, что очень многое зависит и от них. Ну, вот как я вам говорила в самом начале, что мы просто собрались, баннер натянули, и уже жизнь в летние месяцы оказалась другой, интересной. И не так много, на самом деле, мы потратили времени, не так много мы потратили денег, но существенные изменения мы почувствовали. Мы то же самое здесь хотели сделать, потому что мы увидели очень хороший положительный опыт за предыдущие годы реализации. Когда мы приезжали в деревню, устраивали праздник, и после нас главы этого населенного пункта, там, сельских территорий, они ежегодно стали сами проводить такие праздники. И у них уже вкопанная основательная труба, куда вставляется елка. И вы знаете, я считаю, что это прям наша такая победа. Мы изменили некое мышление и задали очень хорошую классную тенденцию. Каким образом деревни выбираются, в какие вы поедете? Ну, изначально, конечно же, локацию мы выбирали самую ближайшую. Сначала там Сливанский район, потом мы взяли Муромский, Меленковский, Судоговский, Ковровский. В этом году у нас были грандиозные планы, но они изменились в связи с тем, что сейчас запрещены культурно-массовые мероприятия. И сейчас мы ведем активно сбор средств именно только на подарки. И дальше будем уже передавать главам сельских поселений, и они уже будут сами осуществлять. То есть только вторая часть праздника останется без культурного события, только подарки. К сожалению, мы очень сильно, серьезно готовились. У нас уже была заказана классная ростовая кукла. Но мы понимаем, что это очень действительно опасно. И сейчас ситуация даже в небольших деревнях и селах очень острая. Если самую первую волну пандемии до нас еще не все доходило, то сейчас действительно ситуация сложная. И поэтому мы не хотим рисковать здоровьем. А кому конкретно вы дарите подарки? Ведь есть там и малобеспечные семьи, есть многодетные семьи, есть семьи, в которых есть дети-инвалиды, есть обычные семьи, скажут, а мы, а как? Вот каким образом этот процесс осуществляется? Вы знаете, мне так всегда радостно отвечать на этот вопрос. Я потому что с таким удовольствием говорю, что а мы дарим всем. Мы дарим всем детям. То есть обиженных нет? Нет, нет. Мы, естественно, ведется работа с главой муниципальных образований. Мы звоним, например, спрашиваем, сколько в этой деревне проживает детишек. Даже с учетом того, сколько на каникулы могут приехать. Потому что наши, например, праздники могут проходить в выходные дни или в праздничные. Понятно, мы знаем эту штуку, когда в деревню летом или в каникулы в два раза больше людей становится. Мы даже с этим учетом закладываем в свой бюджет, в количество подарков в эту конкретную территорию. И приезжаем и дарим всем. Кстати говоря, вот тоже общалось, мне кто-то задавал вопрос, может быть, коллеги, что вот, например, в детские дома или какую-то узкую целевую аудиторию, вы знаете, им-то как раз все равно фонды различные или государственная поддержка идет, даже тем же самым детям-инвалидам. Если брать вот эту аудиторию деревенских детей, то здесь как раз, если семья, скажем так, подходит в этот прожиточный минимум по зарплате и так далее, получается, она выпадает. Но мы же прекрасно понимаем, и, наверное, я надеюсь, что наши зрители понимают и знают, что такое жить в деревне, и сколько радости на самом деле приносит этот маленький новогодний подарок именно деревенскому ребенку. Количественные показатели, которые вы поставили себе в этом году? Два года подряд мы дарили ежегодно по полторы тысячи подарков. И хочу сказать спасибо всем, кто нам помогал. В этом году, так как мы не стали все-таки делать массовые мероприятия, но при этом мы решили все-таки попробовать собрать средства на две тысячи подарков, чтобы как можно больше все-таки ребят смогли получить долгожданные, как никогда, наверное, в этот год. Татьяна, спасибо большое за те добрые дела, которые вы делаете, действительно нужные и полезные. Я напомню, мы беседовали с Татьяной Гусаровой, лидером регионального общественного движения пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и малых городов. Мой адрес. 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 Продолжение следует...